Есть инструменты, которые позволяют защититься с точки зрения отсрочек платежа, кредитив, использования каких-то финансовых инструментов. Другой вариант, обратный, если мы получаем аванс, как вы думаете, наш контрагент хочет защитить свои риски? Он тоже может нам выставить варианты защиты своих интересов в виде гарантии возврата аванса платежа. Опять же, тот же финансовый инструмент, за который придется платить и вам учитывать в вашей цене. Соответственно, на вашу конечную цену, если говорить комплексно, кроме тех затрат, которые вы им понесете, расход сторон, мы с вами понимаем, это и прямые затраты, и косвенные затраты, затраты, связанные с логистикой, с таможней, есть еще и определенные условия оплаты. Мы с вами понимаем, что все эти финансовые инструменты, они не бесплатные, за них придется платить, потому что, ну, мы все автомобилисты, да, там, автолюбители платим застрафовку для того, чтобы спокойно ездить по дорогам, естественно, не беспокоиться о том, что у нас будут какие-то происшествия. Поэтому на всех различных этапах выхода на сделку и реализации экспортного проекта есть определенные затраты, которые мы с вами будем вести. У нас, соответственно, есть, ну, карта, она у вас будет потом в рабочей страде, вы сможете их подробно изучить. Но понятно, что при этапе выхода на сделку мы несем с вами затраты, связанные с чем? Ну, здесь, в принципе, написано, да, с маркетингом, а с поиском контрагента, и это могут быть достаточно крупные затраты, потому что участие в выставке международной, оно, то есть участие в международной выставке с собственным стендом, с индивидуальным. Сколько у вас, если не секрет, затратов было? Порядка миллионов, полу, тоже миллионов, ну, то есть для нашего, два назад, три или больше назад. А в какой стране это было? А, международная выставка? Да. Ну, нет, ну, даже международная выставка в той же самой Москве, в Москве, наверное, была полтора миллиона рублей, соответственно, это только, наверное, с позиции, да, с проживания, перелет, застройка, аренды высоченных площадей. Соответственно, конечно, эти затраты, они будут достаточно существенными, если вы субъект МСП, и которые, ну, вам необходимо их, в принципе, наверное, произвести для того, чтобы выйти на контакт с иностранными контрагентами. Есть программы, соответственно, опять же, в самом начале мы с вами проговорили, там, субсидирование российским экспортным центром выставок, и есть коллективные стенды, центры в поддержке экспорта, которые позволяют снижать эти затраты. Участие в тендерах, участие в выставках, маркетинг, все это деньги, все это несет затраты. Маркетинг может быть, как мы с вами говорили, там, полевым или кабинетным, да, соответственно, может быть, маркетинг в другом, может быть, это какой-то промышленный шпионаж, когда вы выходите на какой-то конкретный рынок с каким-то конкретным поиском какого-то интересного, ну, понимание, почему это происходит так. Ну, к примеру, сам был участником такой истории, когда в 2005 году наш товар, прямые затраты на наш товар, то есть, это прямые затраты, это что такое? Сырье материал и зарплата основных рабочих. То есть, ну, базу, конечно, все зависит от учетной политики предприятия каждого, но себестоимость нашего товара и цена товара в Луге, Луге, это, ну, пор, да, в Ленинградской области, китайского товара была одинаковой. Причем мы не могли понять, почему это. Что мы сделали? Мы зарегистрировали компанию в Российской Федерации, которая начала переписку с китайцами о том, что мы являемся крупным контрагентом, мы хотим покупать крупные объемы товаров. Соответственно, переписка длилась полгода. Полгода мы их убеждали о том, что мы являемся такими, показывали какие-то там непонятные фотографии, что-то еще, что мы являемся производителем. Соответственно, через полгода они нас позвали к себе на завод, на пресне к Китай, как будто мы представители этой компании. Приехали на завод, посмотрели технологию, поучаствовали в измакивающих пятичасовых переговорах, в кабинетах без поводы и без загон. Соответственно, поняли технологию, приехали в Уфу обратно и закрыли это направление. Соответственно, она позволила нам терпеть дальнейшую вытки, потому что мы поняли, что никаких космических технологий у китайцев не было, технологии были даже более отстающие, чем наши, но у них была очень мощная государственная поддержка экспортеров, и, соответственно, в тот момент весь мировой рынок по данному направлению, это направление стекловолокна, они продавливают на себя. Ну и на сегодняшний день среди пятерки основных производителей стекловолокна в мире три китайских компаний. Ну вот такая политика позволила китайцам теперь диктовать все цены на мировом рынке. Поэтому, соответственно, надо понимать, что этот маркетинг может быть достаточно дорогим, но позволит вам понять, на самом деле, всю суть, понять рынок изнутри. Хорошо, на этапе производства у нас затраты, конечно, связаны с закупкой сырья и материалов, оплатой поставщикам, внутренние расходы, связанные с заработной платой, административный персонал, подготовка к экспорту. Соответственно, здесь затраты связаны с сертификацией товара, с упаковкой товара. Кто-то сталкивался с упаковкой, с различной упаковкой товара для различных рынков. Соответственно, надо понимать, что товар, упакованный в определенную, там, какую-то упаковку, он может не соответствовать требованиям другого рынка. Соответственно, если китайский рынок требует упаковать так товар, европейский может требовать по-другому. Соответственно, эти затраты, опять же, вам придется соотносить на определенный контракт, на определенные, исходя из этого, формировать цены. Байс-поставки вчера проговорили, помним, да, про... Какие есть четыре основные группы байс-поставки? Е, Ф, Д и С. Соответственно, все зависимости, все эти четыре байс-поставки, четыре группы байс-поставки несут различную ответственность сторон и затраты на логистику. Ну и условия оплаты. Про то, что мы с вами говорим, в зависимости от условия оплаты у вас могут быть различные, опять же, формировавшие цены. Ну и закрытые сделки. Если у нас не поступает валютная лырочка, опять же, мы не можем это предусмотреть цене, но мы должны в контракте, по крайней мере, максимально обезопасить себя с этой точки зрения, как вы будете закрывать сделку и в случае каких-то форс-мажоров, как это может повлиять на вас. Хорошо. У вас там в Уфе, как мы сегодня говорили, произошло какое-то интересное событие по базису поставки, по сокращению сроков доставки в Китай. Открылся китайский маршрут. Он доступен для всех? Нет. У нас в прошлую пятницу была отправка вагонов в 10 экспортного поезда из Уфы в Китай. Это было 52 контейнерных, 40-клутовных контейнеров. Это отправила компания Корнашпан. Те, кто, не знаю, связан как-то с деревообработать, связан с мебелью, знают эту компанию. Они отправили в Китай 52 контейнерных. Не могут включиться к этому поезду? Можно коллегам из Татарстана? Пока нет. Транстерминал сейчас рассматривает возможность. Но в чем уникальность этого поезда? Поезд проходит 5200 км за 5 суток. Соответственно, через 5 суток он будет на границе с Китаем. То есть достаточно быстро считается для РЖД. Соответственно, скорее всего, транс-терминал, транс-контейнер обещал развитие данного направления и возможность использования данного поезда в дальнейшем и для других производителей. Но, опять же, это была отдельная история в крупной компании, Кранатшпан, которая является там одним из мировых мировых производств различных материалов, связанных с деревом. Там плиты ОСБ, фанера. Ну, эти все материалы как раз связаны. РЖД им особо как бы график, да, вот движение по серке. Да, то есть нигде вагона Днепр переформировывается. Соответственно, поезд идет без остановок. Проходит в сутки 1100 км. Ну, у нас сейчас еще один маршрут открылся в Калининграде. Такой же идет 5-8 дней до Калининграда. Город Чунцин. В Китае тоже железная дорога, тоже не останавливаясь. Поезд идет. Он раньше, это шелковый путь, шелковый путь в Германию. Он всегда шел мимо Калининграда, не останавливаясь. И мы наконец-то договорились о том, что теперь есть в Калининграде маршрут. И оттуда, и сюда мы возим теперь товар. Первая тоже сделка пошла, правда, в Китае. Из Калининграда один контейнер ушел. Из Китая сейчас идут достаточно большие объемы импортного сырья, комплектующих для тех предприятий, которые у нас производят. От 5 до 8 дней он тоже идет. И стоимость в Китае 40-хутовый контейнер 2300 долларов. Отправка из Китая 3000, по-моему, 100 или 3200 долларов. Из Китая стоимость. Вот такая стоимость. Но 8 дней. До этого морем от 45 до 60 всегда. Соответственно, если у вас товар с коротким сроком годности, необходимо учитывать это. И искать какие-то варианты. Потому что тот же самый есть контейнерный поиск из Калуги, из Калужской области, со станции Варсино. На звук я помню, он где-то дополнительно формировался еще в Самаре. То есть можно было в Ахон. У нас, по крайней мере, из Башкирии отправляли туда контейнер. Контейнер со станции Черняковка до Самары. Там контейнер стоялся на этом поиске, уходил в чему-либо, по-моему, город Китая. Опять же, там какие-то есть преференции с точки зрения экспортеров. Ценники ниже, чем рыночные. И что самое главное, что по этому поезду можно очень четко получать субсидию Минфоропторга России. То есть данный поиск, он, в принципе, подходит под все критерии по получению субсидирования по логистике. Вам вчера про субсидирование по логистике говорили что-нибудь? Нет, я спросил, но, получается, не было специалиста, это же повер-райс, да? Сейчас расскажем. Сейчас? Или потом? Ну, давайте сейчас расскажем. Смотрите, коллеги, есть две субсидии. Субсидия первая. Для сельхозпроизводителей и производителей продуктов питания. Это первая субсидия. Я ее называю 50 на 50. 50% затрат, понесенных по транспортировке, внимание, двумя видами транспорта, ЖД обязательно всегда, не может быть еще добавкли, туда авто. То есть мультимодальная перевозка. Когда вы автомобилем довозите, ну, представим себе, вы поехали в Порсино, в Калугу довезли отсюда автомобилем, там погрузили на ЖД, ЖД ушло. Вот этот весь маршрут со вчетом автомобиля будет вам компенсирован, если вы производители продуктов питания, 50%. Вот это вот 11.04 постановление правительства Российской Федерации, которое надо прочитать. Почему? Потому что там стоит перечень продукции, которые субсидируются. То есть из продуктов. Это как простая история. Точка входа, российский экспортный центр, ваша точка входа, это ваше представительство, которое курирует вас в регионе, это представительство в Нижнем Новгороде. Можете себе пометить, ваше представительство в РЭЦ, которое именно курирует ваш регион, это Нижний Новгород. Вы можете там позвонить, и вас всегда проконсультируют более подробно, поэтому не буду сейчас там. Там есть свои нюансы, но, в принципе, очень простая субсидия. Ее платит Минсельхоз, мы лишь готовим с вами документы, проводим экспертизу, говорим, что документы ОК, отправляем Минсельхоз, Минсельхоз выплачивает субсидии. Да, там есть закрытый перечень. Что? Минсельхоз российский. Да, Минсельхоз российский. Это все федеральная история. Там есть закрытый перечень кодов ТНВ, соответственно, недавно, полгода назад, было изменение кодов ТНВ, часть кодов ТНВ дополнили, часть исключили, соответственно, четко вы понимаете, попадает ли ваша продукция под код ТНВ. Потому что пшеница в стандартное введение попадает, а дробленая пшеница уже попадает. Поэтому смотрите, проверяйте по этому постановлению, есть ли обеечень кодов ТНВ. То есть, если мы представляем, что примерно 3000 где-то долларов стоит 40-путовой контейнер с Борсом, там, 3,5, то 50% это будет для вас стоит 1750. То есть, вот, в общем-то, как бы простой, очень простой расчет. Есть лимит. Есть еще одно постановление правительства для тех, кто делает высокотех. Мы сегодня про него много будем говорить, потому что высокотех очень сильно поддерживается. Первое базовое нормативное акт 496 постановление правительства, которое меняется, давайте вначале спешим где-то отдельно, оно меняется, поэтому сейчас действует пока 496 постановление правительства, где субсидируется 80 на 20. 80% всех затрат, которые понес поставщик наш, экспортер, по доставке продукции до конечного потребителя за рубежом всеми видами транспорта, кроме АВИА, он может получить субсидию 80% всех транспортных расходов. Не то, что может, но еще и получает. Получает разные суммы. Но для того, чтобы понимать, ваш товар вообще подпадает или не подпадает, надо знать приказ. Вот 1293, Ренат написал, это приказ Минпромторга России. Приказ, не поставление, приказ Минпромторга России, который определил коды ТМВ продукции, являющиеся высокотехнологичной. Это не IT-технологии. Там есть, кстати, в ряде случаев услуги и сервисы, там даже есть ОКВЭДы по ним. Высокотехнологичный экспорт, это в том числе, это вся мебель туда попадает, это туда попадает билеты, например, деревянные, которые делают, туда попадает часть пластика, которая из пластика делается, продукции, и так далее. Там перечень очень большой. Приложение номер 2. К этому приказу 1993. Кто-то проверял свои коды ТМВ? Есть ли? Да, у вас попали? В этом случае 80% всех идут. Там есть, конечно, ограничения, лимиты установленные, ну, например, больше определенной суммы нельзя возместить, даже если она больше. Есть ограничения, например, евро обязательно 4, автотранспорт должен использоваться не ниже, евро 4, да, по-моему? Да, евро 4. Евро 4. При этом даже если вы, например, такая история бывает, а многие задавали этот вопрос, поставляете, ну, не знаю, там, в Европу у вас там истрип, от которого, или вы сами свою компанию открыли, от которого вы поставляете в мелкие покупателям, мелким или продавцам, скажем, маленьким магазинам, то вы, в принципе, можете компенсировать абсолютно все, включая доставку до этих магазинов. Только в этом случае, как правило, будет немецкий перевозчик, вы запрашиваете у него документы, переводите их на русский язык, он письмом своим подтверждает, что у него евро 4, и все. Собственно говоря, очень простая субсидия. Есть нюансы, как обычно везде, в бюджете, с бюджетом все, что связано. Для того, чтобы воспользоваться вот этим приказом 19.93, вообще вот этим 4.96 постановления правительства, у вас должен быть один документ обязательно. Это так называемая справка Минпромторга России о соответствии вас, о соответствии продукции, как произведенной на территории Российской Федерации. И для этого вам надо знать еще одно постановление правительства, которое называется 719. Там два варианта в нем. Первый вариант ОКВЭД, классификатор. Если ваш вид деятельности попадает в ОКВЭД, это один вариант. Если вашего вида деятельности там нет, но товар есть в приказе 19.93, вы в обоих случаях точка входа в торгово-промышленную палату в ваше республиканство, вы приходите и говорите, я хочу получить акт экспертизы, либо, либо СТ-1 сертификат по постановлению правительства 719. Внимание, СТ-1 для экспорта и СТ-1 для 719 это две разные вещи. Они СТ-1 и там, и там, но просто визуально они выглядят вообще по-разному. Там сразу на продукцию просто дается сертификат СТ-1, который действует год, без страны вывоза, просто он говорит, подтверждает о том, что а-ля ваша продукция производится на территории Российской Федерации. Все, имея этот СТ-1 справочку либо экспертизу, вы обращаетесь в Минпром по вот этому постановлению и Минпром вам выдают письмо, письмо, вернее, не справку, а письмо о соответствии вашей продукции. Все, и вы можете, в принципе, подавать документы в Российский экспортный центр на получение данной субсидии. Сейчас меняется, поэтому рассказывать подробно не буду. Меняется само постановление и там, что изменится, мы предполагаем, не хотим вам рассказывать, вводить вас в заблуждение. Если бы вы в этом году заходили бы, у вас остался бы срок на подачу этих документов до 1 ноября, по-моему, до 1 ноября, там была система такая, компенсировалось все, четвертый квартал предыдущего года, прошлого, вернее, года, и все три квартала этого года. Понесенные затраты, вот, ну, как бы год на круг год. Подаваться надо было сразу по понесенным затратам, затраты понесли, подались. Те, кто подался в январе-феврале, до марта месяца хватило денег и получили все сусиди. Вот, мои компании все получили, кто подался январь-февраль-март. Все, кто подались в май, уже конец мая, июнь, июль, июль, август, до сих пор находятся в очереди, потому что деньги бюджетные и прочие. Все просто. Но, если так честно сказать, посмотрите, в прошлом году денег выделил федеральный бюджет 15 миллиардов рублей, и компании очень хорошо получили. В этом году было использовано только 5 миллиардов рублей. Я думаю, что 15 будет, но после того, как будет изменено сам процесс постановления проекта. Там есть много всяких нюансов, но это прям можно отдельную тему читать, часовую, как вообще документы заполнять. У вас точка входа, еще раз, ОП-шка, ваша ОП-шка в нижнем ноге. Я помню, я вчера смотрел, там одно из обязательных условий это была определенная сумма контракта, да? Нет. Есть такое понятие эффективности. Вы можете контракт иметь хоть на 100 долларов в США, но поставку на 14 долларов, не больше. 1 к 14. Соотношение? Соотношение поставленной продукции, поставки, ну в объеме, да, контейнера или там фуры, неважно, вот соотношение 1 к 14. Вот сколько поставили, сколько у вас там внутри в объеме денег, и сколько вы заплатили за транспорт. Не может превышать 1 к 14. В любом случае, компенсирует только 1 к 14. Он может быть хоть 1 к 50. Но компенсация только 1 к 14. Вот. И все, что ниже, вот теперь как будет? Да. 1 к 14. В стоимости? В стоимости товара, который у вас идет в депорации. По инвойсу. Вся стоимость товара, который вот именно в этой, в этом объеме. 1 к 14. сейчас будет вообще 1 к 14, наверное, останется, но у кого будет 1 к 10, 1 к 7, 1 к 5, тот будет рейтинг, будет прислаем рейтинг, у кого выше эффективность, тот будет подниматься в рейтинге. Шанс получить деньги появляется у того, у кого выше эффективность. Вот такая вот. Но это сделано было, кстати, специально, честно говоря, это не просто так, для того, чтобы наоборот вас ограничить. Как правило, у малышей, у вас, у малого, среднего бизнеса эффективность высокая, эффективность низкая, у крупника. крупный бизнес умудрялся в прошлые годы забрать основную часть сусидий. Например, там автопромки тоже. Поэтому мы решили их ограничить немножко, выкрепить, чтобы деньги как-то побольше. эффективность, чем меньше. Конечно, чем меньше сумма доставки, объем. Посмотрите, поставить, допустим, количество базов в автопоезде на стоимость доставки, она ниже, чем 40-футовый контейнер стоимостью, ну не знаю, коллег продукцию, да, там можно загрузить как будто там безумный объем, и там будет эффективность не 114, а 15, наверное, там вообще один коровок. А? Один, ну да, 114, да, 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 да. Ну, тут, да, просто не так сказал. Окей, вот суть такая, что вот еще есть две таких, два таких механизма, этот вообще работает 50 на 50, который вот... 104. 104, он прям работает, деньги есть, там все нормально, кто уже поставил куда-то за границу, может обращаться, консультироваться, еще раз, точка входа, коллеги, нижний, да. Да, еще раз, про логику вот этого восстановления. Заходим в 12.93, приказы предложения на виртуальный бинпромтор в России, смотрим код ТНВет. Код ТНВет есть, отлично, есть шанс. Нет кода ТНВет, ну как бы все, для вас история закрылась. есть шансы других компаний, но частично у нас в Башкирии, по крайней мере, пять компаний писали в Минпромтор в России отключение кодов ТНВет в данный перчат. Соответственно, есть код ТНВет, следующий шаг, ТППР и Республика Татарстан, 719 постановление оформляете, идете в Минпром, получаете письмо, соответственно, у вас теперь есть комплект документов для того, чтобы готовить уже 496 постановление. Я вам больше хочу сказать, если вы уже есть в этом приказе, я, коллеги, не тяните, пожалуйста, идите уже сразу получать вот эти документы, это месяца 2-3. Вот реально получить в ТПП, потом получить в Минпроме письмо, месяца 2-3. Получите, пускай оно у вас будет. Потому что оно еще используется, еще одно постановление правительства есть, 191-ое, это КППК, корпоративный программ повышения конкурентоспособности. Мы про их кратко говорили. Знаете, да, кто-нибудь слышал, да, вот коллеги слышали, вот там без этого письма делать нечего.